Такая нервная концовка, сам матч по боевому накалу и так примерно, создали моменты примерно одинаковые и по блокированным броскам, и кулачный поединок, все примерно было по ровну, плюс-минус. Так, концовка была очень нервная, могли в меньшинстве здорово отработали и потом в овертайме в большинстве 4 на 3 могли забить. Так что такой качельный хоккей был, по буллитам, чуть мастеровите соперник оказался, поэтому заработали бал, готовимся, едем дальше. Спасибо, коллеги, переходим к вопросу, в зал. Здравствуйте, спасибо за игру. Как вы красиво очень гол забили в буллите Барка, как вы видите в будущее в вашем, не в Кизимике, вообще? Мастеровит за такой игрок, где-то немножко был, скажем так, такой у него пауза такая, но сейчас, мне кажется, такой рестарт сделал, как по-вашему? Ну, конечно, когда ты без предсезонки, индивидуально подготовившийся к сезону, это совсем не то. Райда видно, что он мастер, и я надеюсь, что он будет функционально добавлять, и его перспективы, и его будущее, я считаю, что в нашей команде. Ну, нормально, отлично, как еще сказать, я думаю, что он нам поможет. Скажите, пожалуйста, 4 на 3, полуорками хорошая была, как по-вашему, чего не хватило, ну, на 5-й год? При таком преимуществе 5 на 3, 4 на 3 надо, я считаю, что больше все-таки бросать, и уже потом уже эти, после броска, ну, игра начинается, и уже надо доигрывать момент. А когда так, столько броскового сделали, но шайбы на ворот один или два раза нашла, этого мало. Вот с таким преимуществом 4 на 3 все решает быстрота передачи и нацельность бросковую на ворот. Спасибо. Добрый вечер. Хотелось бы спросить, как бы вы оценили прогресс команды «Парыс» с момента первой игры нынешнего регулярного чемпионата по сегодняшней жизни? И какие изменения вы заметили в сегодняшней игре у вашего соперника? Спасибо. Ну, первая тройка очень сильно выделяется. В принципе, команда очень такая напористая, агрессивная стала, больше желания, это видно. Да, там в начале суммы были у нас одни ребята, но, может быть, им надо было дать, может быть, правильно сделать, никто не знает уже, никто об этом не узнает. Но команда, да, поменялась. И я так считаю, что, может быть, менее такие именитые были сейчас, сейчас хоккеисты, которые у вас сейчас есть, местные. Ну, они очень, видно, что огромное желание, сразу видно. И, в принципе, высокий темп поддерживали, и неплохо играли. Поэтому неплохие перспективы «Парыс» и сборной Казахстана, я надеюсь, считаю. Коллеги с нами наставник «Парыс» – «Парыс», 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 «Парыс». Ну, готовились к игре, да, тяжелая игра. Соперник. Мы всегда с «Нефтехимиком» как бы тяжело играли. И в те годы. Хорошая организованная команда. Первый период начали как бы неважно. Ребята потом еще встрепенулись. Сравняли счет. Могли еще и в основное время забить, но не получилось. Выиграли по буллитам. Ребята молодцы. Спасибо большое болельщикам. Сегодня очень хорошо болели. Прям поддержка чувствовалась. Зажигательная. Спасибо. Спасибо, коллеги в зале. Переходим к вопросу. Добрый вечер, Каван Бобякович. С победой вас хотелось бы спросить. На данном этапе сезона «Коруба» вы видели как лидера нашей команды. И какие, как они влияют на игру команды против «Алки» и «Мобу». Спасибо. Я думаю, что вся команда старалась. У нас таких явных лидеров нет. Все друг за другом выходят и воюют на льду. Вот и все. Спасибо. Колумбикарь с победой. Андрей Шутов, представительница в команде. Увидим ли мы его в составе в следующем матче. И хотелось бы узнать про суд по юг на Мацена в клубе. Про Мацена это не ко мне вопрос, а насчет Шутова. В принципе, мы его хорошо знаем. Сейчас наберет форму и войдет в игру. Спасибо с победой вас. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то претензии к игрокам-легионерам? И если да, то выразится ли это в ближайшее время? В каких-то дисциплинатных санкциях может вы их заставить пропускать матчей? Каких легионерам? Ну, российских легионерам. Ну, я не считаю их легионерами. Они так же в нашей команде, как любой другой хоккеист. А какие могут быть наказания? Ну, я не знаю. За что? За недостаточную саму матчу. Да я бы не сказал. Просто я думаю, что они не в такой форме, которую я... Каждого из них знает, как они могут играть. Они стараются, они помогают команде. Они именно участвуют во всем. И в большинстве, и в меньшинстве претензий к ним нет. Я думаю, когда они наберут оптимальную форму, это будут совсем другие хоккеисты. Скажите, сегодня хорошая была возможность и в конце матча выиграть. В основном, в рейме 5 на 3. В чем, по-вашему, что не получилось? Почему не получилось за рейм? Ну, я думаю, наверное, слишком хотели выиграть, поэтому пустые ворота не забиваются. Может быть, знаете, перенапряжение какое-то было. Но так, 5 на 3, соперник хорошо оборонялся. Так же, как и мы против четверых. А Димаш Кайгран и Ансанг Кайгренов, в поле вашего зрения, есть ли у них шансы появиться в основном? Конечно. Мы на них тоже рассчитываем. Сейчас кто-то будет выпадать и обязательно будет играть. Они нормальные игроки.